История с громким увольнением директора 32-й гимназии получила продолжение. Напомним, одной из причин снятия с должности Сергея Рябкова администрация называет, цитируем, «непреодоление минимального порога по математике на ЕГЭ двумя учащимися». В ответ на наш запрос об аналогичных ситуациях в других образовательных учреждениях города мы получили информацию о том, что в школах номер 15 и 53 с экзаменом по математике не справились 5 человек, в школе номер 9 – 3 ученика, в школах номер 31 и 42 ситуация такая же, как в 32-й гимназии. Там по два выпускника не справились с ЕГЭ. Так что этот аргумент чиновников против Рябкова сомнителен. В пятницу Павел Коньков сообщил о том, что дал поручение департаменту образования провести проверку в гимназии и проследить динамику успеваемости учащихся. Работа должна быть выполнена в течение недели. После этого будут сделаны кадровые выводы. Пока Сергей Рябков остается в должности. Павел Коньков также рассказал журналистам, что сам учился в этой школе, поэтому судьба учебного учреждения ему не безразлична. Губернатор также опроверг слухи о кандидатуре нового директора. Сплетню, которую запустили по Князевой, ну абсолютный миф и ноль. Это один из лучших специалистов по общему образованию. Никаких проблем в департаменте не было, никаких задач по трудоустройству никто никому не ставил. Это были переговоры по возможному переходу, не более того.